Приветствую вас. Однозначно сказать, что происходит с вами, нельзя. Я в том, что вот вы пишете следующее. Примерно с переходного возраста время от времени я всегда огромное страдаю. То есть переходный возраст имеется в виду подростковый возраст. То безответная любовь, то меня не любят, то я не люблю. А если все хорошо, то это длится недолго. Меня вдруг удаливает страх, что это может закончиться. Вот почему у вас есть этот страх, что все может закончиться? Ну, закончится. Пройдет. Как бы пройдет чувство. Вы выйдете из отношений. И что? Все случится. Люди вступают в отношения, находятся в них, выходят из них, вступают в новые отношения. И так происходит из раза в раз. Такова человеческая жизнь. И говорить о том, что это неестественно, что это плохо, нельзя. Но вы почему-то боитесь, что это случится. Для вас это значит больше, чем для, например, вашего партнера. Отношения в личной жизни для вас имеют куда больше значения, чем для других людей. Почему? Вопрос к вам. Дальше. Безосветная любовь. Значит, то меня не любят, то я не люблю. Ну вот, смотрите. Если любовь безосветная, и вы страдаете. Вообще говоря, любовь это не про страдания. Вообще говоря, любовь это про... Желание сделать человека счастливым. Любовь это про то, на самом деле. Как сделать так, чтобы у человека, который, ну, который вам нравится, да, которого вы любите, было все хорошо. Вот про это любовь. Вот про это любовь. А не про то, что вы пишете, о том, что вы страдали. Знаете, если вы страдаете, значит, если вы страдаете, значит, вам что-то нужно от человека. От того самого человека, по которому вы страдаете. Значит, вам что-то от него нужно, вы этого не получаете, и в результате у вас страданы. Ну, страдания, это реакция, это в данном случае нормальная реакция на фрустрацию. Невозможность получить то, что вы хотите. Да. Это очень даже нормальная реакция, естественно. Только к любви, к любви, эта реакция имеет мало отношения. Я бы вообще не стал бы говорить, что это реакция про любовь. Я бы скорее сказал, что это реакция про зависимость. Вот зависимость, да-га, любовь нет. Значит, вы на протяжении возраста переходного и далее все время пытались через людей что-то получить для себя. Основая это или нет? Получить, конечно, у вас получалось лишь временно. Потому что, ну, люди как бы они не должны удовлетворять ваши потребности. И вы знали о том, что вечно вам никто давать то, что вы хотите, не будет. И отсюда, наверное, и боялись того, что в отношении вы выйдете. И тогда вы потеряли бы то, что вам нужно так сильно от людей. И поэтому у вас все и как раз таки заканчивалось. Потому что вы постоянно этот свой страх двигали в сторону разрушения отношений. Ну, вы знаете, говорить вам о том, что так нельзя делать, я, наверное, не буду. Потому что вы уже, наверное, сами поняли, что делать так нельзя. Ну, и не менять свое отношение и свои ожидания к людям. Вот это вот, наверное, главное, с чего вообще нужно начинать. То есть вам, ну, вам необходимо понять, для чего вам отношения. Почему у вас такая большая, гигантская заинтересованность в том, чтобы в них быть. И чего именно вы хотели бы получать от них, от их отношений. Вот это все очень на самом-то деле важно. Потому что вы, с одной стороны, боитесь того, что вы это потеряете. Это страх. С другой стороны, вам это очень сильно нужно. И, как следствие, это сверх мотивация. Понимаете, для любого действия, тем более для такого творчества, такого негарантированного, как любовь, подобная сверх мотивация, это очень плохо. Потому что это накладывает большой, очень большой отпечаток на отношение к другому. Главное, это только вредит. Ну, вы это, наверное, уже сами поняли. И тогда, соответственно, это первое, о чем нужно сказать. Дальше. 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 Дальше вы пишите следующую вещь. Значит. Вы пишите так. «Совсем недавно осознала, что, значит, застреваю в прошлом. Теперь не знаю, что с этим делать. Снова возвращаясь в прошлое и вспоминаю ту боль, я нагручиваю себя. Так. Снова начинаю ее испытывать. Настоящего у меня никакого, где много лет у меня нет». Значит. Здесь я вам могу сказать следующее. Значит. Во-первых, если у вас много лет нет настоящего, то есть вы привыкли жить так, как вы вот живете сейчас. Если вы привыкли так жить, то, соответственно, привычка просто так, она не уйдет, она не отпустит вас. Вы привыкли, значит, вам это что-то дает. Вам дает что-то. Ваше состояние, в котором вы находитесь, оно вам что-то для себя дает. Нужно только понять, что, потому что вы пока этого не понимаете, наверное, возможно, скорее всего. Скорее всего, пока вы этого не понимаете, что оно дает это состояние. В общем, я думаю, что оно дает вам защищенность. Вы боитесь боли и, собственно, опасаясь боли, не хотите, чтобы она повторилась, повторилась. Вот и, собственно, поэтому вы и прячетесь в своих воспоминаниях. Ну так, боль сама по себе, это, условно говоря, то, что вы сами-сами сделали. Боль, это то, к чему вы пришли через неправильную реализацию ваших желаний. Если вам не хочется боли, а вам ее не хочется, вы просто, у вас не было выбора, вы, как бы, испытывали ее, потому что по-другому не умели, возможно, вас не научили. И не научил никто, как правильно в отношениях находиться, не показал никто, а, может быть, ваши родители вели себя с вами и с собой таким образом, что вы через них, тех людей, в которых влюблялись, надеялись получить то, чего вам родители не давали. Так вот, вам нужно менять свое собственное представление о том, как вообще строить отношения нужно. Понимаете? Боль, это то, к чему вы сами пришли из-за неправильного положения. Тут нужно задать себе ряд вопросов, вопросов важных, вопросов нужных, вопросов, таких принципиальных. Какие вам нужны отношения, значит, собственно говоря, что может вам дать мужчина, что вы можете мужчине дать, какая вы женщина, то есть, ну, какого женских поведения, чем вы привлекаете мужчины, мужчины и так далее. То есть, ну, вот на эти вопросы нас все нужно отмечать вам. И боль, боль, это лично ваша особенность. Боль, боль, это лично ваша проблема. Боль пришла из невозможности реализовать собственные желания. Значит, давайте мы с вами будем исходить из того, что как только мы немножечко разгрузим вашу мотивацию, как только мы немножечко снизим интенсивность того, чего вы хотите, как только мы проанализируем все ваши прошлые отношения, а это тоже нужно сделать, потому что пока каждое ваше отношение не будет проанализировано и не будет извлечен опыт из них, пока вы не увидите, как обстоят дела действительно на самом деле, дальше вы не пройдете. Обиды всегда будут вас кинуть назад. Что есть по своей сути обиды? Да и по своей сути боль. Что есть по своей сути прошлого? Это память. И в памяти у вас все так, как вы запечатлели это, находясь на эмоциях. Вот об этом с вами и нужно разговаривать. Переформировать материал, который у вас есть в памяти, располагать его по-новому, дабы по-новому воспринимать. Ну и тогда вы увидите возможность для того, чтобы двигаться дальше, когда у вас не останется боли, не останется обиды. Вот, я думаю, так. Полагаю, вы в отношениях не были никогда свободны. И это большая проблема. Нельзя покрыть отношения, не будучи свободны в них, не будучи свободным человеком сам по себе. Вот, в этом ключе я и рекомендую вам двигаться. Можно ли сделать это самостоятельно? Пожалуй, можно определить свои желания. Пожалуй, можно определить, почему именно вы испытывали боль. Потому что боль к любви отношения вообще не имеет. Невально вы любите, вас не любят. Любят или вы двоих друг друга, или любят кто-то один, а другой позволяют себя любить. Это не важно. К любви боль отношения не имеет. Боль и цедания не возможности удовлетворить что-то для себя. А поскольку что-то для себя и любовь – это тоже разные вещи, то вы путаетесь. Вы путаете одно с другим. И вот, когда вы это поймете, когда грань вы проведете между этим, и научитесь отделять свои желания и потребности от любви, тогда у вас все пойдет только лишь бы на настоящее. И думаю, что счастье в личной жизни не достает себя долго ждать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok